Здравствуйте, меня зовут Катя, а мой собаку Шанти. Иногда бывает так, что у вас нет возможности устраивать полноценные прогулки, которые дают нужную нагрузку собаке. Причин тому может быть несколько. Болезнь, загруженность другими делами, плохая погода. У нас в Питере недавно вообще негде было заниматься на улице, из-за того, что сначала выпало много снега, потом он растаял, а потом ударили небольшие морозы и все пространство, где мы раньше могли позаниматься, превратилось в ледяные поля. Ходить без риска упасть можно было только по асфальту, но гонять собаку по асфальту нельзя, это вредно для лапок. Тем не менее, залять мозг собаке чем-то не помешает, и для этого можно выдумать немало всяких упражнений. Одно из таких упражнений – это тренировка ассоциативной памяти. Суть заключается в том, чтобы брать несколько пар предметов, один из каждой пары выкладывать перед собакой, а второй показывать по одному, потом прятать и говорить собаке так или иначе, обозначить, что за предмет ей только что показывали. Первый этап данной тренировки – это в принципе научить собаку смотреть на предмет. Усаживайте собаку для удобства, берете любой предмет и каким-либо образом побуждаете собаку посмотреть на него. И если она задерживает взгляд на предмете хотя бы на долю секунды, то тут же хвалить ее. Для этого удобно использовать слово «маркер да» либо «кликер». Начинать лучше с одного предмета. Порой собака смотрит куда угодно, но не на него. Чтобы привлечь внимание собаки, можно подвигать предметом перед ее мордой, например. Потом вы кладете предмет на пол и указываете на него. Постепенно можно переходить к двум-трем предметам. Все это нужно для того, чтобы позже, когда вы перешли непосредственно к парам предметов, собака уже умела смотреть на тот предмет, который она должна запомнить. Как именно должен происходить переход от просто фокусировки взгляда на предмете к работе с парой предметов, я, честно говоря, уже не помню. Долго об этом думала, но так и не вспомнила. Шанти, в принципе, имеет привычку угадывать и предлагать что-то свое порой. Возможно, в какой-то момент она просто угадала, что от нее требуется, и я этим воспользовалась и похвалила ее. Когда вы начинаете работу с парой предметов, надо начинать с одной пары. И когда вы переходите к больше, чем одной паре предметов, и собака начинает ошибаться, то стоит снова вернуться к одной паре. Еще я всячески экспериментировала с тем, каким жестом Шанти должна была обозначать второй предмет из пары. Либо она должна была указывать предмет носом, но тогда не всегда было понятно, указывает ли она на предмет или на пол, где лежит этот предмет. Или она просто пытается занять примерную позу, опустив голову к полу и глядя не пойми куда. Тогда я решила использовать трюк трогой. Но порой она случайно откидывала предметы лапой, и я тратила время на то, чтобы возвращать их обратно. Так что в итоге я просто остановилась на команде «возьми». Напоследок скажу, что несмотря на кажущуюся простоту, этот трюк достаточно сложный для исполнения. И собака достаточно быстро устает, теряет интерес и хочет уйти от него. Не стоит делать длительные тренировки. Я немало занималась выработкой ассоциативной памяти, когда Шанти еще не было года. В какой-то момент мы упырлись в тену, и никаких подвижек не было. Тогда я отложила эту идею на дальнюю полку, потому что были и другие вещи, которые я хотела разучить с Шанти. Сейчас я решила повторить попытки научить Шанти этому трюку, и могу сказать, что став старше, она стала лучше справляться с ним. Хотя все еще не стоит переусердствовать с тренировкой. И порой надо упрощать ее, как вы могли заметить на видео. На этом пока все. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии, задавайте вопросы, если есть. Пока!